МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Квартирный ответ. Когда обманутые дольщики Самары справят новоселье? Развязка близка. Судебное слушание об убийстве футбольного болельщика подходит к финалу. Новая медиаволна. В Самаре стартовал молодежный медиафорум. Число обманутых дольщиков за последние три года в Самаре сократилось более чем в пять раз. В разы уменьшилось и число недостроев. Их остается всего 26. А еще в 2012 году было больше сотни. Глава города Олег Фурсов встретился с застройщиками, от которых сейчас зависит судьба дольщиков. Лариса Шлафаст расскажет, кому из них вскоре предстоит новоселье. Стройку на Луначарского заморозили почти сразу, как только вырыли котлован. В 2012 году на помощь дольщикам пришел другой застройщик. Сейчас дом уже готов принимать жильцов. Сто процентная готовность дома. Известена инспекция строительного надзора о проведении итоговой проверки. Ждем итоговую проверку и ввод в эксплуатацию. На уже традиционном совещании по решению проблем обманутых дольщиков в мэрии Самары обсудили готовность объектов долевого строительства, сдача которых запланирована в начале 2016 года. Практически завершены несколько бывших долгостроев. В реестре числится 26 проблемных объектов. Это в четыре раза меньше, чем в 2012 году. Дома удается достроить путем предоставления застройщикам так называемых компенсационных площадок. Сегодня дополнительно определено пять участков, которые будут переданы тем бизнесменам, что взяли на себя обязательство обеспечить квартирами обманутых дольщиков. В перспективе планируется выделение еще семи площадок. У нас задача решить в кратчайшие сроки проблему обманутых дольщиков. Конечно, не дело, когда люди годами не могут реализовать свое право. И здесь мы должны быть очень скрупулезны в плане тех возможностей, которые мы представляем новым застройщикам. Очень скрупулезны. Конечно, в первую очередь должны быть защищены интересы людей. 14 домов хоть не введены в эксплуатацию, но уже заселены. Департамент городостроительства проводит по ним отдельную работу. В план включили все 14 объектов. Состояние по этим объектам, оставшимся также, достаточно разное. Есть проблематика, связанная с земельными участками, есть проблематика, связанная с состоянием самих объектов. Мы оценим перспективу положительную, ну, примерно по 7-8 объектам по текущему году. И по трем объектам планируем, что будут состоять в первом квартале текущего года. С 2012 года совместными усилиями городских и областных властей удалось значительно уменьшить число проблемных объектов. Если 4 года назад обманутых дольщиков было 11,5 тысяч человек, то сейчас в этом списке их чуть более 2 тысяч. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Весна будет ранней. Потепление ожидается уже на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, уже в начале февраля в Самарской области снег начнет активно таять. А значит, и половодие не за горами. Подготовку к паводку обсудили на видеоконференции в областном правительстве. Когда придет большая вода, опасность представляют бесхозные дамбы и другие гидротехнические сооружения. В регионе таких объектов насчитывается почти три сотни. Грядущая оттепель испытает на прочность и коммунальные службы. Резкое потепление чревато сходом снега с крыш и образованием наледи. Власти на местах должны быть готовы оперативно реагировать на возникающие ситуации, отметил Александр Нефедов. Морозы, которые нам обещают в ближайшие три дня, и перепад, резкий перепад на плюсовую температуру, это еще хуже, и сдвижка грунтов, и поведение всех трубопроводов. Расслабляться еще рано. Ну и по паводку поднимайте все свои мероприятия, все свои больные места знаете, собирайте комиссии. В погоде за окном можно простить любые сюрпризы, если дома теплые батареи. Самая большая городская печка – это Самарская теплоэлектростанция. Она обеспечивает теплом и горячей водой половину города. Как работает Самарская ТЭЦ, и почему в ее цехах нет людей, знает Марина Матвейшина. Работа кипит, пар валит в буквальном смысле. В цехе Самарской теплоэлектростанции шумно и безлюдно. Производство автоматизировано. Специалисты на пульте управления следят за каждым этапом работы. Пять турбин и 13 котлов Самарской ТЭЦ обеспечивают теплом и горячей водой больше половины города. Этот макет котла меньше настоящего в 40 раз. На нем объясняют принципы работы. Через 8 горелок, которые находятся внутри него, поступает газ. Он здесь горит в этой емкости. Вода, которая течет по змеевикам, нагревается до 500 градусов, превращается, естественно, в пар. Пар выходит отсюда, начинает вращать турбину, чтобы тепло поступало к потребителям. Здесь очень внимательно относятся к решению экологических проблем, рассказывает депутатом Гордумы руководитель предприятия Владимир Декоп. Объем водопотреблений сокращают за счет повторного использования сточных вод. Ежедневно проводят мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу. Выбросы минимальные за счет хорошего качества сжигания. Есть отдельная система, которая контролирует выбросы и которая позволяет очень четко реагировать на любые какие-то изменения режима. Депутаты и энергетики обсуждают насущные вопросы отрасли. Одна из главных проблем сейчас – задолженность населения и управляющих компаний перед тепловиками. Если бы каждый гражданин сегодня платил за тепло так, как необходимо, у нас бы было меньше порывов. И теплоэнергетики уверили нас о том, что они гораздо больше делали ремонтных работ и восстанавливали сети и приводили их в более должный порядок для нас. Сейчас энергетики принимают бесхозные теплосети на свой баланс, проверяют их состояние и ремонтируют. Марина Матвеевшина, Алексей Золотенков, События. Водитель иномарки, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП, задержан. Авария, в которой погибла 88-летняя женщина, произошла на трассе в Ставропольском районе Самарской области. Полицейские не исключают – пенсионерка могла сама спровоцировать трагедию, переходя дорогу в неположенном месте. 50-летнего водителя, который даже не остановился после ЧП, сейчас допрашивают. При проведении опроса данного водителя в совершении наезда на пешеходы женщина осознался. Мировым судом Ставропольского района Самарской области в отношении данного водителя избрана мера пресечения административный арест сроком на 10 суток за оставление места транспортного происшествия. По окончании проведения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Стали известны новые подробности резонансного уголовного дела, фигурантами которого стали два сотрудника областного Минсельхоза. Чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы. Бывших консультантов управления ведомства обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Судя Самарского района уже избрали для них меру пресечения, а силовики передали журналистам оперативную съемку задержания. Павел Баймаков восстановил цепь событий. На этих кадрах задержание 26-летнего Александра Степанова. Молодой человек трудился в Минсельхозе в должности консультанта управления развития отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. Именно его полицейские взяли с поличным, когда он получил 700 тысяч рублей. Остаток той суммы, которую он с коллегой попросил за свои услуги. Сейчас мы провели какую-то операцию, чтобы инфицировать всевозможную коррупционную деятельность. История мошенничества началась еще в 2014 году. По данным следствия, за вознаграждение в 3 миллиона рублей чиновники пообещали бизнесмену посодействовать в получении гранта на развитие семейной животноводческой фермы. Сумма гранта Якова должна была составить 10 миллионов. Бизнесмена молодые люди попросту обманули. К отделу министерства, который занимается распределением грантов безвозмездного субсидирования, они не имели никакого отношения. И вряд ли, по версии следствия, смогли бы исполнить свое обещание. В суде второй подозреваемый Антон Скоротович не рад вниманию прессы. Свою причастность к преступлению он полностью отрицает. А вот его коллега Александр Степанов во всем признался и начал сотрудничать со следствием. Преступление особо тяжкое предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 12 лет. Следствие вышло с ходатайством об избрании в отношении одного из подозреваемых меропресечения в виде ареста и второго меропресечения в виде домашнего ареста. По решению суда под домашним арестом ближайшие два месяца проведет Степанов, а Скоротовичу придется дожидаться суда в СИЗО. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Развязка громкого дела об убийстве болельщика Спартака Антона Феоктистова все ближе. Сегодня в суде сторона защиты представила новую улику – видеозапись с камер ресторана. Само заседание проходило за закрытыми дверями, поэтому журналистам ее увидеть не удалось. Напомню, в августе прошлого года в ресторане на набережной накануне матча между крыльями Советов и Спартаком был убит болельщик московской команды. Недалеко от ресторана задержали уроженца Киргизии Мансура и Снеилджанова со следами крови на руках и одежде. Однако адвокат из Снеилджанова считает, что представленное в суд видео доказывает, Антон Феоктистов и его друг первыми начали драку, и действия его подзащитного были самообороной. Обвинение с этим не согласно. Там все объективно и однозначно. И все эти версии стороны защиты о необходимой обороне, либо еще о чем-то, они этим видео полностью опровергаются. В 140 килограммах наркотиков изъято. Более тысячи человек привлечены к уголовной ответственности. В областном управлении наркоконтроля подвели итоги работы за прошлый год. По данным силовиков, черный рынок наводнили синтетические наркотики. Только в прошлом году появилось около семи новых видов. Несмотря на ухищрение драгдилеров, удалось пресечь деятельность нескольких крупных наркокартелей. Наиболее значимым стало задержание банды спортсменов, торговавших героином. Много внимания в прошлом году уделяли и антинаркотической пропаганде. Положительного результата удалось добиться, в том числе и благодаря участию СМИ. За пропаганду здорового образа жизни работу нашего телеканала поощрили благодарностью. Новая медиаволна накрыла Самару. В рамках подготовки к молодежному форуму ИВЛГ-2016 в городе открылась медиашкола. Инициатива нашла огромный интерес в студенческой среде. На открытие пришли около сотни человек. Как стать звездой соцсетей и при этом заработать на лайках, знает Ольга Морозова. Нет ничего невозможно. Три года назад я была гордовой девушкой. Такой маленькой гордовой девушкой, которая не верила в то, что она может стоять на сцене. Искусство самопрезентации от эксперта медиашколы. Человек-бренд в наше время это звучит гордо. Теперь те желающие смогут пройти курсы по разным направлениям. Фотография, видеопродакшн, продвижение в соцсетях, тележурналистика и многое другое. Организаторы медиашколы выбрали то, чем сейчас особенно интересуется молодежь. Как показал форум Приволжского федерального округа «Иволга-2015», необходимо создать постоянную площадку, где студенты могли бы получать знания в области медиотехнологий. Наша задача, как мы ее видим, дать максимальную площадку. Назовем ее так стартовую площадку. Даем знания, даем знакомство, что немаловажно в наше время. Возможно, даем инвесторов-спонсоров. Но хоть что-то сделайте, шагните сами дальше. Это ваш выбор. Хотите открывать свое дело, свою редакцию? Пожалуйста. Получите образование определенное. В качестве спикеров планируют приглашать известных в Самаре и в стране деятелей медиапространства. Телеведущих, фотографов, основателей успешных интернет-проектов. Молодежь активно интересуется темой продвижения в соцсетях. Этому в университетах пока не учат, но есть люди, которые готовы поделиться опытом, как взорвать всемирную сеть и заработать на этом. Я маме не могу объяснить, чем я занимаюсь. Мама до сих пор считает, что... Ну как, мама работает на телевидении, поэтому я говорю, мама, ну почти то же самое, что вот вы делаете, но немножко по-другому. Ей достаточно этого. По сути, мы делаем большие проекты. У нас несколько десятков миллионов подписчиков в социальных сетях. Первые мастер-классы пройдут уже на следующей неделе. Для самых успешных студентов создатели медиашколы обещают стажировку по разным направлениям. Ольга Морозова, Константин Головин, События. А теперь коротко о других темах дня. Стали известны цены на Lada X-Ray. Базовая комплектация Optima обойдется в 589 тысяч рублей. Она будет включать такие опции, как антиблокировочная система тормозов, система экстренного оповещения «Эроглонас» и система экстренного торможения. С 1 февраля в поселке Мехзавод начнут демонтировать подземные пешеходные переходы. Работы будут вестись в рамках реконструкции Московского шоссе. Движение пешеходов до ее завершения будет осуществляться по наземному переходу, организованному по временной схеме. 111 раз пожаловались самарцы на услуги ЖКХ в прокуратуру в 2015 году. Также в ведомство сообщили о 8 фактах незаконного оборота наркотических средств, о 5 инцидентах реализации алкогольной продукции в ночное время. По результатам рассмотрения аналогичных обращений, поднадзорные органы по требованию прокуратуры города организовали два уголовных преследования в отношении наркоторговцев. 22-летняя самарчанка организовала незаконный игорный клуб. Заведение располагалось в одном из домов Кировского района Самары. На момент задержания в клубе были два посетителя – мужчины 26 и 30 лет. Полицейские изъяли компьютерные мониторы, системные блоки и более 4 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Самаре рядом с губернским рынком со стороны улицы Спортивной появилась настоящая снежная крепость. Кто ее воздвиг, достоверно неизвестно. Но самарцы сходятся на том, что строение – дело рук торговцев лопатами, которые расположились неподалеку. Бывший министр культуры Ольга Рыбакова будет работать на заводе «Кузнецов». Новая ее должность называется заместитель исполнительного директора по социальному развитию. Основной задачей Ольги Рыбаковой будет формирование программы социального развития предприятия, что актуально в сложной экономической ситуации. В это кризисное время мы продолжаем следить за странными движениями национальной валюты. Нет, она не обрушилась, а наоборот укрепилась относительно доллара и евро. Американец, к примеру, подешевел на полтора рубля. На 29 января Центробанк установил курс доллара США на отметке 77 рублей 36 копеек, курс евро – 84 рубля 13 копеек. А на ММВБ ситуация еще интереснее. Доллар проваливался ниже 76 рублей. И все это на фоне растущей нефти. За баррель бренд дают 33 доллара 78 центов. Возможно, нефть растет на фоне заявления Саудовской Аравии о сотрудничестве с Россией и перспективой снижения квот на добычу. Золото стоит 2783 рубля за грамм, серебро стоит 35 рублей 77 копеек за грамм. Вслед за укрепляющимся рублем авиакомпании снижают цены на билеты. А в Самарской области установлен новый прожиточный минимум. В расчете на душу населения это 8 873 рубля. Для трудоспособного населения 9 677 рублей. Лучший способ забыть об экономических проблемах это заняться чем-нибудь приятным. Например, сходить на каток. Тем более в этом году выбор большой. Десятки ледовых площадок появились во дворах и сразу стали для жителей любимым местом тренировок и отдыха. Сегодня специальная комиссия проверила состояние городских катков. Алина Чемерес лично оценила качество льда. Чтобы обыграть соперника важно ловко маневрировать на поле и точно бить клюшкой по шайбе, говорит Артем Харламкин. Хоккеем школьник занимается уже два года. Залог спортивного успеха признается регулярные тренировки. Каток на улице Белорусская прямо рядом с домом и оттачивать мастерство можно в любое время. Это очень хорошо, когда есть выходные или есть время свободное, вышел, покатался, отдохнул. Здесь всегда много народу, можно покататься, поиграть в хоккей. Поддерживать порядок на катке местным властям помогают жители. Мальчишки, рассекая лед, очищают его от снега. Для желающих покататься, а их немало, действует негласное расписание. С утра здесь проходят тренировки, а ближе к вечеру собираются все желающие. Каждая спортивная площадка, которая у нас есть в Куршевском районе, она действительно на вес золота. Поэтому очень важно, чтобы площадок появлялось больше, они будут востребованы в любом количестве. У нас спортивный район. Мы знаем, где площадки, мы знаем, где заниматься. И в Куршевском районе площадки нужны, важны и востребованы. В Куршевском районе этой зимой залили 8 катков. Всего по городу их больше сотни. Главная задача, чтобы ледовые площадки были для жителей в пешей доступности. И это поможет привлечь к занятиям спортом как можно больше людей. При осмотре катков представители городской администрации отметили, сегодня качество площадок лучше, чем в предыдущие годы. Я считаю, работа у нас пошла в положительную тенденцию. Это связано и с реформой органов местного соуправления, потому что работа более слаженная идет, более качественная. И мы видим это по результатам вот этого сезона, в каком качестве у нас находятся катки. Лед здесь отличный. Коньки едут как по маслу. Кататься можно как угодно, не боясь налететь на трещину. Прекрасные условия для тренировок и для отдыха. А для ребят, которые никогда не катались на коньках, есть отличная возможность научиться. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Военно-патриотическая игра «Зарница» стартовала в Самаре. Отборочные этапы проходят в городских школах. Чтобы попасть на районные соревнования, ученики должны сдать солдатский минимум. Что это такое, знает Сергей Кизоркин. К разборке сборки приступаем после команды. Берем за ним металлические части, автомат ставим. Предстартовый инструктаж по разборке Калашникова и «Зарница» началась. Анастасия Игнатьева мечтает стать снайпером. Готовится поступать в училище ВДВ. Прыгает с парашютом, стреляет из автомата, владеет приемами рукопашного боя, разбирается в воинских званиях. Этот солдатский минимум должен выполнять не только будущий курсант, но и участник «Зарницы». А было время, когда Анастасия не думала об армии. Из прошлой жизни у нее остались хобби. Игра на фортепиано и гитаре. Мама решила попробовать меня в этом. Я не хотела, брыкалась. И потом мне понравилось. Я шесть лет этим занимаюсь. Лучше всего получается строевая. Автоматы разбираем. Ну, как бы это наши самые сильные стороны. Конечно, очень приятно сегодня в школе было увидеть, что девочки иногда побеждают мальчиков. И в разборке оружия, и в работе со средствами химической защиты. Это же показатель очень важный, что интересно всем. А не только тем, кто будет служить, не будет служить. В отряд может записаться даже первоклассник. Но самые интересные задания, конечно, достаются будущим выпускникам. В прошлом году 45-я школа стала победителем городской «Зарницы». Секрет успеха прост, признаются школьники. Строжайшая дисциплина. Ну, можно просто идти спокойно. И в нужный момент собраться, сделать, что от тебя просят. Выполнить поставленную задачу. 40 тысяч самарских ребят третий год играют в «Зарницу». Соревнования проходят в три этапа. Первый уровень – внутришкольный отбор в отряд. Второй – определяется лучшее районное или городское подразделение. Третий – всероссийский финал. Он проходит по традиции в начале марта. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. 85 лет назад в истории России появился комплекс норм ГТО. 100 лет назад русская армия одержала серьезную победу в Первой мировой войне и захватила турецкую крепость Эрзерум. Этим двум примечательным датам посвятили свой марш-бросок участники команды «Навигатор-63». Сегодня они сдавали нормы ГТО по плаванию, но не просто так, а с легендарными автоматами Калашникова. Инаса Панченко наблюдала за необычным заплывом. Чтобы сдать норматив ГТО, необходимо проплыть расстояние соответственно своему возрасту. Участникам предстоящего марш-броска этого показалось мало. Они увеличили дистанцию в четыре раза и преодолели ее с автоматом Калашникова за плечами. На финише пульс плацов подошел к отметке 180, а верхний уровень давления к 200. Занимаясь спортом, мы хотим показать, что мы еще готовы защищать свою родину, и мы ее будем защищать. Вместе со взрослыми проверял себя на прочность и самарский десятиклассник. 16-летний мальчишка выполнял те же упражнения, что и ветераны войск специального назначения. Впечатления вообще замечательные. Я себя почувствовал настоящим солдатом спецподразделения. Мне это очень показалось интересным. Социологи подсчитали, что за прошедший год уровень патриотизма в России вырос на 15%. Пессимистичные экономические прогнозы его только усиливают. У России никогда в истории не было легких времен. Поэтому от сегодняшней молодежи тоже требуется мужество, так же, как от их дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны защитили нашу страну. А они к этому готовились. Нормы ГТО должны стать нормами жизни, считают участники предстоящего марш-броска «Сызрань-Самара». За четыре дня на армейских лыжах они преодолеют путь в 200 километров. До старта ребятам предстоит еще сдать нормативы ГТО по бегу и метанию гранат. Инесса Панченко, Станислав Левин. События. Все о последних новостях спорта расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лыжный марафон «Соколь и горы» прокатится в Самаре 29 января. Хоккейная «Лада» проиграла Сочи в КХЛ. Молодежная баскетбольная «Самара» разошлась миром с казанским униксом. Молодежная баскетбольная лига. «Самара» в Казани встречалась с униксом. Первая игра осталась за хозяевами. 57-53 в их пользу. Зато матч-реванш прошел на ура у самарских баскетболистов. Они с самого начала повели в счете и порой отрыв достигал 18 очков. На паркете хозяйничала трио Дударевич, Сеньгубов, Чиликин. В итоге победа «Самары» 71-57 и команда продолжает лидировать в турнирной таблице молодежной лиги. «Лада» неудачно сыграла в континентальной хоккейной лиге соперником автозаводцев была сочинская команда. Первыми забили, кстати, волжане. И, как оказалось, единственную шайбу отличился на пятой минуте Антон Шенфельд. В концовке первого периода Сочи счет сравняла, затем ушла в отрыв, оформив по шабе в двух последующих периодах. «Ладе» выйти победителем в поединке не помогли ни большинство, ни выходы нападающих один на один с голкипером «Южан». Итоговый счет 1-3 итальятинцы на 11-м месте в Восточной конференции КХЛ. На лыжной базе «Чайка» 29 января прокатится традиционный открытый марафон «Соколь и горы». Старт намечен на 11 утра, дистанция 50 километров. Трасса уникальная, перепад высот почти 700 метров. Соревнования посвящены мастеру-международнику по лыжным гонкам Ирине Складневой. 12-кратная чемпионка России от спринта до марафона, призер Кубка мира, участница Олимпийских игр в Нагана, Япония в 1998 году. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ